Продолжение следует... ...область войти в программу в 2018 году или этот момент не предусматривается? А что тогда соглашение это будет? Вот самое главное. Соглашение подразумевает собой взаимодействие в плане информационного, доведение информации до каждого района, до каждого сельхозпроизводителя об условиях федерального лизинга и о государственной поддержке. Что можно воспользоваться, можно обновить парк техники и в том числе будут затронуты вопросы по участию региона в льготных программах. Какие пути решения есть для того, чтобы регион выровнял ситуацию по возвратности платежей по программе ОПТ. А что касается взаимодействия с ассоциацией крестьянских фермерских хозяйств, то здесь вопрос решается на уровне центрального аппарата России во главе с плотником, со своими регионами, отделениями. А в чем проблема, на ваш взгляд? Почему не выплачивают они долги наших крестьяне? Есть разные ситуации. Я уже говорил о том, что каждая сделка для Росагролизинга это риски. Мы не знаем, будет ли возвратность платежей. Принимаем решение в тот момент, когда видим здесь и сейчас его годовую отчетность за два периода. При анализе этой отчетности мы видим, какое состояние у хозяйства и сможет ли он расплачиваться за технику. Если все в порядке, лимит достаточный для финансирования, кредитный комитет принимает положительное решение и клиент... Но разные случаи бывают, когда и становятся банкротами, не могут вести деятельность, что-то с землей. Получаются разные сельскохозяйственные вопросы и поэтому прекращают выплату платежей. Все за клиентом начинает копиться долг, если он брал по программе именно ОПТ. Для того, чтобы приобретать технику на общих слоях по федеральному лизингу, мы не берем во внимание ОПТ. То есть федеральный лизинг по 3,5% годовых, то, о чем я говорил, это, пожалуйста, может пользоваться любой и каждый. А ОПТ именно по этой программе должна быть возвратность для определения квоты на следующий год. И вот если не преодолевают барьер в 98%, почти 100% выплаты, конечно, инвестировать не из чего, нет возврата уже. И еще давать, раз не справились с одним годом, и опять давать, то есть получается нецелесообразно. Но вот эти долгия не могут быть связаны с тем, что наш региональный минсельхозпрод поддерживает те или иные направления. Например, молочное скотоводство, это вот основное направление. Может быть, это ошибка нашего минсельхоза. Вот такого анализа не проводилось или не планируется проводиться, потому что в других областях, например, нет такой четкой конкретики, что вот только КРС. Только КРС. Может быть, другие виды надо развивать. Вы правильно задаете вопрос. Каждый регион для себя определяет приоритетное направление в развитии сельского хозяйства. Если мы говорим, например, Республика Карелия, то четко новая команда, новый министр определяет. У нас животноводство, приоритет. Субсидии на животноводство, на строительство, на все, на все. Что касается Снижегородской области, я тоже в выступлении не услышал, какому направлению передается предпочтение. Есть на все. И на технику, и на племскот, и на оборудование. А что касается анализа и выработки определенного направления, это, конечно, остается прерогатива за минсельхозом региона. Да, но и за новым губернатором тоже. И за новым региона в том числе. И ведь правильно вы задали вопрос о соглашении. Ведь соглашение сотрудничества подразумевает еще что? Поддержка региона, например, в развитии направления растеневодства, животноводства или аквакультуры. Например. И вот как сейчас новая команда, которая пришла, посмотрит, определяет, сделает анализ, выгодно, невыгодно. И это может быть отражено в соглашении, чтобы поддерживать приоритетное направление для Нижнего Русской области, например, растеневодства. Например. Я могу вам подать свое видение для разговора с губернатором. Потому что я два года работал в федеральной структуре сельхозконсультирования. И я вижу очень много ошибок в работе нашего министра. Его оштрафовало министерство технического хозяйства на, по-моему, 50 или 60 миллионов за отрицательную работу, за невыполнение конкретных... Показатель должен быть, конечно. Невыполнение показателей. Я вот хотел бы предложение подать вам. Да, мы рассмотрим. Выходя на новый уровень, естественно, мы обменим... И последний вопрос. Вот Всероссийский институт механизации, вы знаете, да? Есть такой в Москве, ВИМ, так называемый. Он изобретает технику и так далее. Так вот, около года назад было там совещание. Хатув проводил первый заместитель. И вот, значит, директор им говорит, что мы с австрийцами готовим комбайн. Со австрийцами 50 на 50. И он будет стоить в два раза дешевле. И через год мы его выпустим и вот включим. Вот я понимаю, что на вскидку, может быть, так сложно ответить. Но мне вот для прессы вот этот момент был узнать. Выполно поручение или вот как это продвигается все. Отечественная разработка техники. То есть новейшая технология, но стоимость гораздо меньше была. И второй вопрос в чем, значит? При Миссельхозе есть так называемый научно-технический совет. Вот, по-моему, Хатув либо сам, я ему курирую, либо Волоченко поручил. Он решает то, что нужно сельскому хозяйству. Собираются, значит, крестьяне, фермеры и говорят, нам нужно вот, скоро вот будет такое. Вот вы прислушиваете как-то взаимодействовать с этим советом научно-техническим? Вы имеете в виду, нужна такая техника? Да, да, да. Вот одна из задач, когда мы сюда приехали и пришли. Первый вопрос мы задали министерству. В чем потребность у региона? Что вам нужно для увеличения темпов и увеличения показателей? Это у региона, я имею в виду, федеральный научно-технический совет при Миссельхозе России. Научно-технический совет, ведь регион, собирая информацию, потребность с каждого, дает эти данные в Миссельхоз России и уже совет определяет. Да, да, нет, нет. И дает свои цифры, свои показатели. Вы прислушиваете к нему, что вот нужно... А как же? А как же? Даже в разговоре с правительством области мы всегда даем эти цифры, они открыты из Миссельхоза России, из Росстата, которые поднимаются, идут из региона, обрабатываются всеми комиссиями, научными советами и потом официально публикуются. И мы, конечно, их принимаем в работу. Это цифры, которые проработаны, проверены. Значит, вот нужно... Как, например, сам завод может взаимодействовать? Он же тоже все видит эти цифры, и тут же нужны продажи, и все на благое дело для поднятия АБК страны. И поэтому приезжают тоже со своим приложением к губернатору и говорят, вот мы такой-то завод, мы готовы для ваших сельхозпроизводителей поддержать и дать дополнительную скидку на приобретение комбайнов, например, 10%, независимо от Росаграйзинга, еще кого-то, еще кого-то поддержать ваш регион. Вот у вас необеспеченность в 50% комбайнами, мы готовы оптовые поставки сделать со дополнительной скидкой. Сами заводы выходят. Я вам отвечу, почему у нас такая задолженность. Потому что раньше к губернатору АКОР... Последний вопрос я задаю. Это репортаж. Это репортаж есть. Последний вопрос. Последний вопрос. Последний вопрос. Одному вилку. Значит, вот почему такая задолженность? Потому что АКОР не мог к прошему губернатору...